Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге назван лучшим музеем в Европе и третьим по популярности в мире. Таков результат голосования, который устроил один из крупнейших туристических порталов. Этой победе предшествовала еще одна. Санкт-Петербург признан лучшим туристическим направлением Европы по версии World Travel Awards. Причем второй год подряд. Секреты популярности города на Неве в репортаже Салима Зариф. Туристический Оскар вручают на итальянской Сардинии. На победу в номинации «Лучшее европейское направление» 30 претендентов. Петербург побеждает второй год подряд, оставляя позади Рим, Париж, Венецию, Берлин. Выбор сделан по 35 критериям, из которых важнейшие – безопасность и инфраструктура. По-китайски дикторы Пулкова заговорили полгода назад. И электронное табло теперь на трех языках. Из 6,5 миллионов туристов, которыми ежегодно прирастает Петербург, четверть читает иероглифы. По сравнению с первым полугодем прошлого года, у нас открылись несколько чартеров крупных, которые перевозят туристов из Тайбэя, из Макао, из Пекина в Петербург, для того, чтобы познакомиться с городом. И, конечно, нам нужно обеспечивать комфорт этих пассажиров, поэтому мы вводим дополнительные сервисы. Туризм, конечно, во многом подогрет экономикой. И если раньше Петербург был дороже Парижа, то теперь из-за курса рубля на уровне Праги. Уже не хватает гидов. Эти съемки сделаны сотрудниками Эрмитажа, в надежде найти когда-нибудь управу на нелегалов. Вместо аккредитации – билет, прикрывающий микрофон. Вместо экскурсии – россказни о том, что в блокаду выжат только каннибалы, что город спасли победившие в войне американцы, и что пушка Петропавловской крепости выстрелит, только если группа скинется по 500 рублей. Никто не ожидал, если мы говорим конкретно китайских туристов, такого большого наплыва. И мы тоже с этим сталкиваемся, привозят в летний сад китайских туристов, говорят Петергуф, потому что у нас теперь в летнем саду есть фонтаны. Легенда о том, что по этой брусчатке гуляла Екатерина Великая, причинила уже вполне ощутимый физический и финансовый урон. Дворцовую разбирают на сувениры. За лето с площади туристы унесли 2500 камней. Теперь нужно перекладывать около 20 квадратных метров мощения. Надо подобрать, чтобы они плотно лежали к другу, рисунок, естественно, повторить, который был, и как можно меньше щели, естественно, чтобы просыпать все это, он держался. И все же Петербург гостям рад. Для их удобства музеи продлевают часы работы, отказываются от выходных и набирают дополнительный персонал. Открываются новые гостиницы, хотя недорогих двух-трех звездочных ощутимо не хватает. Слокий сезон сегодня все еще продолжается. Номеров на сегодня и на ближайшие несколько дней в наличии нет. Это ради безопасности подгулявших гостей города. В белые ночи не отключают фонари и прорабатывают вопрос о создании туристической полиции. Праздник Алые Паруса, разнообразные фестивали и форумы. В Ликотт-Петербург все новых туристов. И многие, приехав однажды, возвращаются или остаются. Если архитектура – это музыка в камне, то Петербург – одна из самых совершенных симфоний. Город – памятник. Памятников, кстати, на днях прибавилось. Вот здесь, на Рубинштейна 23, установили бронзового Сергея Довлатова. Раньше в этих местах водили экскурсии по Петербургу-Достоевскому. А теперь еще и по Довлатовскому Ленинграду. Салим Азариф, Алексей Сосырин, Александр Федоров, Галина Орлова и Александр Березкина. Вести. Санкт-Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова